Телекомпания «Даль-ТВ», продюсерская компания «Профи» и сеть магазинов «Дискавери» представляют Июнь 2011 года. В эфире телеканала «Даль-ТВ ТНТ» вышло новое экстремальное шоу. Его участники четверо смелых. Они попали на проект, пройдя тщательный отбор среди полусотни желающих. Три дня они жили в тайге и вместе с командой инструкторов учились покорять природу. В первый день несили грязь на квадроциклах. На следующее утро осваивали грибные и моторные лодки. Затем соревновались в рыбной ловле, после чего вышли из лесу и попробовали свои силы в езде на мопедах по городским улицам. Сегодня они собрались в уютном ресторане комплекса «Абрихоль», чтобы подвести итоги и наградить победителей первого экстремального шоу «Активация». Вот и подошел к концу наш замечательный проект под названием «Активация». Кончилось наше приключение. Предлагаю поднять за это наши бокалы и вспомнить самые яркие моменты. На протяжении всех четырех этапов испытаний команда инструкторов выставляла участникам баллы по десятибальной системе. Главным критерием, по которому оценивались действия участников, было строгое следование инструкциям и правилам безопасности. Именно поэтому в первый день тот, кто получил больше всего удовольствия от катания на квадроциклах «Артикет» и «Несамаран», удостоился самой низкой оценки. Квадрики, они вот такие, они взрослых людей делают детьми и дают возможность там опять раскрыть глаза и крикнуть «Вау!». Севолод в стремлении выжить из машины «Максимум» часто пренебрегал техникой безопасности и поэтому заработал всего шесть баллов из десяти возможных. И почти на каждом последующем этапе его оценки были ниже, чем ему бы хотелось. Мне вот почему-то не хватало вот именно вот этого вот, какой-то вот мощи. Мощи вот, я чувствую, что мощи хватает. Вообще он будет, он будет, нету вот это чучмовые такое. Чучмовые. Какая-нибудь болота. Впрочем, зрителям проекта «Активация» такая прыть пришлась по душе. По итогам голосования на сайте mydiscovery.ru, а голоса в поддержку участников оставляли именно телезрители, Севолод уже после первого этапа ушел в значительный отрыв от остальных участников и сохранил это лидерство до конца проекта. Больше всего голосов набрал у нас Севолод. То есть он шел с большим отрывом. Судорова. Поэтому поздравляем. Нам сказали, что вы строите дом. Я думаю, именно этот подарок вам будет уместен. В подарок Севолоду досталась японская бензопила «Эхо 3500». Легкая, надежная, незаменимая при постройке дома на даче или на рыбалке. Большое вам спасибо. Спасибо за этот подарок. Очень было приятно. Я надеюсь, что наше сотрудничество на этом не закончится. Наша дружба только начинается на этом. Надо сказать, что дружба, зародившаяся на этом проекте, по однозначному мнению всех участников, стала главной наградой. Вот так вот. Достаточно вспомнить, как на каждом этапе, казалось бы, соперники помогали друг другу решать подставленные задачи. И совсем не расстраивались, если, например, один из членов экипажа моторной лодки не мог припарковаться. Пусть это и влияло на конечный результат. Еще полметра. Получилось. Еще полметра. Знаете, что мне показалось? Что третья передача как бы из состава как бы участников все превратились в состав друзей. То есть все стали друг другу доверять, все начали помогать друг другу. Такая взаимопомощность. И вообще на будущее, как ты, Виталий, говоришь, надо сделать, включить их в состав жюри. Так на проекте родилась свежая идея. В следующем шоу «Активация», которое по предварительным расчетам компании «Дискавери» пройдет осенью этого года, победителей будет уже не два, а три. Первую оценку поставят инструкторы, вторую – зрители, а третью – четверка первопроходцев. И, кстати, это не единственная идея, которая родилась на проекте. Сегодня на проекте зародилось новое направление. Здесь в духе «Дискавери» все Волода Мохерева есть желание покорить Камчатку на мотоциклах. Причем не просто, а на индорику. Все, Волод, я за, я участвую. Вот так проект «Активация» сподвиг участников на создание собственных проектов. Как прошло покорение Камчатки, парни обещали рассказать по возвращении. Ну а подарки, которые им достались за участие в «Активации», наверняка помогут осуществить это начинание. Игорю, не взявшему главный приз и приз зрительских симпатий, в качестве поощрительного подарка достался универсальный туристический топор марки «Фискарс». Кстати, та же самая награда ждала и Галину. Я приглашаю сюда Галину. Наша единственная на встрече в Украинском поле. Я хочу сказать огромное спасибо, что у меня судьба улыбнулась, и я попала в этот проект. Почему? Потому что, во-первых, я настолько отдохнула от семьи, от детей и в хорошей компании. Однако, какой бы хорошей ни была компания, не стоит забывать, что боролись участники за конкретные призовые места и как можно большее количество баллов. То есть, конкурировали. Безусловным лидером, по мнению инструкторов, на протяжении всего проекта был Алексей. Буквально в спину ему дышали Галина и Игорь. Все сомнения относительно победителя снялись только на заключительном этапе, когда Игорь и Галина потеряли сразу по 5 баллов. Напомним, что Галина получила столь низкую оценку за отказ ехать на мопеде по городским улицам. Но Игорь, который вроде бы все выполнил верно, тоже привез только пятерку. И мы обещали выяснить, что же стало причиной такого судейского решения. Основы всех наших действий – это безопасность. Если мы что-то делаем небезопасно, увлекаемся, мы теряем контроль. Соответственно, те люди, которые нас окружают, тоже не могут прогнозировать наших действий. Ни остановка на линии стоп, какие-то превышения скоростных режимов, еще что-то. Мы, соответственно, снижаем свои баллы, снижаем свой результат. Для меня сложным было самым выдержать задание. То есть 40 км в час, то есть это как бы на нем сложно ехать. То есть больше даст легко. Все инструкции по технике безопасности и по управлению техникой безупречно выполнял Алексей. Мне понравился Алексей в плане того, что он осторожно подходит к этому вопросу. Да, это Алексей. Оказалось, что он лучше под снастью. Алексей, он спокойный такой, размеренный. Почувствовал двигатель. То есть он лучше себя чувствует? Да, он себя лучше чувствует за рулем. Почти на всех этапах он получил повысшие оценки. По сумме четырех конкурсов он заработал 45 баллов. И главный приз – лодку «Гольфстрим ДД-290». Легкую, прочную, удобную для транспортировки с возможностью установки мотора. Главный приз у нас сегодня наша лодка. И выиграл ее Алексей. На самом деле, заходя в этот проект, мне главное было общение, драйв, ты хоть и там представлял, что это где-то в тайге. То есть это как бы близко мне тоже, да? Ну, а в конце, как говорится, в туннеле получить еще и такой подарок. Друзья мои, спасибо всем. И спасибо зрителям, что нас поддерживают. И спасибо нашим дискалерам. Свои благодарности устроителям шоу выразили и инструкторы, которые тоже не остались без подарков. Им вручили серьезные туристические мачете. Как знать, может, они найдут им применение в следующем шоу «Активация», старт которого предварительно запланирован на осень нынешнего года. Это будут совсем другие участники, совсем другие, не менее интересные задания. Ну, а лучший аргумент в пользу того, чтобы принять участие в этом проекте – счастливые лица первой команды экстремального шоу «Активация», которые за эти несколько недель стали настоящими друзьями. Техника для съемок проекта предоставлена магазином «Дискавери». Пришло время отдыха, рыбалок и драйва. «Дискавери» приглашает тебя в море удовольствия и эмоций. Лодки, лодочные моторы «Ниссан», «Меркури», «Парсон». Выбирай свою мечту сетью магазинов «Дискавери».